Приветствую вас! Я думаю, что есть несколько основных моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание, отвечая на ваш вопрос. Первое, это то, что у брата близкого человека есть травма, и как любая травма, она проходит определенные стадии. Отрицание, значит, принятие, гнев, вот, соответственно, депрессия и так далее. Эти стадии, стадии принятия, вы все должны пройти. То есть все стадии, все стадии, без исключения, вами должны быть пережиты, вот, и отреагированы. Отреагированы именно, вот, значит, на чувственном уровне. Отреагированы должны быть. Это первый, это первый аспект, первый момент, первое, первое, что хочу вам сказать. Ага, значит, второе, второе, что важно, это то, что вы в своем тексте пишете про утрату. То есть вы пишете именно о утрате. То есть вот, что я утратила человека, я потеряла человека. Смотрите, какая штука. То есть как бы здесь речь идёт, по-видимому, именно о, действительно, потере. Чего-то для себя. То есть вот, речь идёт о том, что единственный мужчина в вашей жизни, который у вас был, да, ну, собственно, для вас представлял определённую какую-то возможность либо быть счастливой, либо получить для себя то, что вы хотели бы, то, что вы хотите. Вот, и так далее, и так далее. То есть утрата здесь, вам нужно, вот, признать тот факт, что утрата, в данном случае, говоря про утрату, можно вести речь о том, что вы всё же какие-то вещи, по-видимому, вот, потеряли, именно для себя в том, что произошло, к сожалению, к сожалению, вот. И, соответственно, через понимание того, что именно вы для себя потеряли, через понимание того именно, чего вы лишились, ну, можно, в общем-то, будет вам начать освобождение от вот этого вот угнетающего чувства. Следующее, что хочу сказать, это то, что ваша вина, вот, ну, то, что вы чувствуете свою вину, это, опять же, с одной стороны, проблема родом из детства, потому что, в детстве, по-видимому, на вас перекладывали, больше ответственности, чем нужно, да, чем это в норме, в норме, вот, либо родители брали, больше ответственности, чем они могли, либо, соответственно, как-то, значит, ну, какие-то были обвинения, вот, то есть, родители были склонны, скажем так, себя винить, ну, там, почему-то, из-за чего-то, вот, то есть, этот момент, вот, тоже нельзя из вида выпускать, с одной стороны, с другой стороны, речь идет об отсутствии у вас, значит, вероятно, личных границ, то есть, четкого понимания того, где, значит, вы, ну, где ваша ответственность, а где ответственность, соответственно, другого человека, вот. То есть, это тоже, в данном случае, очень важно, вы вините себя, значит, за поведение, вы вините себя за то поведение, которое, которого вы придерживались, да, вот, ну, в общем-то, не зная и не имея возможности знать, что случится с вашим мужчиной, да, вот. То есть, почему-то вы, вот, определяете, все определяете себе, вот, такие вот требования, да, что вы должны были предвидеть. Ну, что здесь, вот, вот, опять же, вот, именно, обычные требования к себе и лично, эээ... осуществить личные границы. Вот, там, ну, совершенно как вы не могли, не могли и не должны были, самое важное, да, что вы не могли и не должны были предвидеть то, что случилось, да. Вот, это очень важная история, это очень важный момент, я надеюсь, что вы его для себя обязательно, значит, определите, вы его обязательно для себя выделите. Вот, соответственно, что есть сейчас у нас с вами, по факту, да, что есть сейчас. По факту, сейчас, на данный момент, у нас имеется, ну, собственно говоря, такое, можно сказать, противоречие, да. В одной стороне вы говорите, как пережить утрату близкого человека, ну, близкого и того человека, как вам дорог, с одной стороны. В другой стороне вы пишите, что думал о уйти в монастыре, не вижу смысла, ну, что там, в своей жизни и так далее. На мой взгляд, опять же, нужно определить, так вы, чего хотите спережить утрату, помочь себе освободиться от этого гнетущего состояния, которое сейчас было, и поработать, преодолеть, извлечь для себя какие-то вещи, вот. Или вы уже, ну, созрели, по сути, ну, созрели к тому, созрели на то, чтобы уйти в монастырь и всё, поставить на себе крест, по сути, дело. Вот. То есть, опять же, вас никто не обвиняет в данном случае, да? Вот. Но, это очень важно, очень важно, вот именно, что вы хотите всё-таки для себя, вот, что вам нужно для себя, ну, чего вы хотите, какой у вас, собственно говоря, запрос к психологу. психологу, ну, вот, потому что без этого, ну, не очень понятно, куда мы двигаемся с вами, да? Вот. Ага. Дальше. Значит, вы пишите, что разошлись по вашей инициативе, вот. Вот. Это ещё, собственно говоря, вопрос к вам, да? Вот. Ага. Значит, почему вы разошлись? Из-за чего вы разошлись? Исчезли ли это, исчезли ли это, исчезли ли это проблема? Вот. Которую, ну, которая у вас имелась, да? Вследствие чего вы, собственно говоря, ирзащились. Вот. И, соответственно, это нужно исследовать. То есть, если вы, ну, тот факт, что вы общались, э-э-э, не означает, что вы обязательно должны были сойтись и возобновить отношения, да? Вот. Ага. Дальше, значит, ну, мы поддержали общение, поздравляли друг друга с садиками, но не встречались. Совсем недодолго до несчастного случая мы снова стали близко общаться, он строил планы о совместной жизни, сказал родителям, что хочет на мне жениться. Обратите внимание, Елена, что здесь вы говорите о человеке, вы говорите о его планах, но не говорите о своих планах, о том, чего хотели вы. Вот. Вы ничего не сказали о том, как я уже повторяю, исчезли эта проблема, вот, по которой вырастали. То есть, получается, что вы обесценили, и обесцениваете тех, возможно, э-э-э, значит, э-э-э, ту причину, по которой вырастали. Вот. Вы их сейчас делаете, как бы, ну, э-э-э-э, менее значимой. Дальше, так, буквально через несколько дней после этого случилось непоправимое, я не могу осознать, что всё это случилось на самом деле. Вот, здесь вы находите на стадии непринятия. Здесь вы находите на стадии отрицания. Это нормальная стадия, но её нужно прожить. А, вот. А, винил себя за тот уход на два года из отношений. Вот. То есть, здесь вы обесцениваете, э-э-э, причину, по которой вырастали. И опять же, обесценивание происходит потому, что вы понимаете, насколько важным, э-э, было то, что вы потеряли, э-э-э, сейчас, на данный момент, как бы это, вот, э-э-э, цинично, э-э-э, не звучало. Как бы это цинично и неприятно не звучало. Вот. Именно поэтому вы сейчас, э-э-э, себя, собственно говоря, вините. Вот. Опять же, этот процесс, э-э-э, нужно, э-э-э, исследовать. Этот процесс нужно, э-э-э, изучить. Потому что это, в общем-то, противоречие. Вот. И, соответственно, э-э-э, в разрешении противоречия я вижу одно из направлений психотерапии для вас. Вот. Понимаете, какая за штука. Э-э-э, дальше, знаю, у него никого не было, знаете, у нас же расставание как мне дал дал далеко, но мы всё равно почему-то расстались. И почему-то у меня твёрдое осознание того, что, если бы я могла предотвратить несчастный случай, если бы, э-э-э-э, значит, если бы в тот день дошла к нему домой, как собиралась, но меня это очень вызвало на работу. Не очень понял смысл этой фразы, но, опять же, понимаете, какая штука, вы здесь возлагаете на себя чрезмерную ответственность, которая, э-э-э, не имеет ничего общего с реальностью, потому что вы не могли, э-э-э, исходить, вы не могли исходить из того, что, что произойдёт несчастный случай, в принципе. Вы не можете общаться с человеком каждый день, э-э-э, так, как будто его вот прям-прямо завтра уже не станет, это было бы странно. Вы общались с ним так, как будто он, ну, ещё очень долго будет вместе с вами, и это нормально, то есть, мы не можем общаться с людьми, э-э-э, мы не можем общаться с людьми, э-э-э, ну, как бы вот, зная наперёд, да, я не знаю, что с ними сейчас случится, и это хорошо, иначе бы такое общение произошло, просто, вполне шап. Вот. Вот. Вот, в принципе, такая история, история, но опять же, связано это с тем, э-э-э, что, что, э-э, человеческая психика, э-э, вот в данном случае, э-э, ваша психика, она э-э, достаточно, э-э, скажем так, э-э, э-э, инертна, э-э, она достаточно инертна, э-э, эта психика. Э-э-э, вот, и времени для того, чтобы адаптироваться к э-э-э, э-э-э, переменам нужно больше. Вот. У вас этого времени, э-э-э, видимо, прошло, э-э-э, немного месяца, хотя очень мало, для таких э-э-э, процессов, и, соответственно, вы, э-э, не адаптировались. Но в этом, опять же, вам может помочь психолог. Вот. То есть, почему-то есть твёрдое осознание того, если бы я могла подойти, твёрдое осознание есть именно потому, именно по той причине, что у вас есть твёрдое понимание, что вы потеряли с э-э-э, уходом молодого человека, с уходом, э-э, своего мужчины, молодого человека. Вот. Вот. Отсюда есть вот такая память. Ну и, как я уже, э-э-э, сказал, да, э-э-э, это всё нужно разбирать, это всё нужно исследовать, вот. И, э-э-э, нужно вам помогать. Нужно вам помогать, нужно, вам нужна психотерапия, ну и вам справиться, скорее всего, будет очень, очень, очень трудно и тяжело, тяжело. Вот. Вот. Э-э-э, ну, так, по крайней мере, э-э, мне видится данная ваша ситуация. Вот. Откратите внимание на то, что, вы пишите, он был в моей жизни первым и единственным мужчиной, которого я любил, любила. Э-э-э, и то, что вы не видите смысл жизни, говорит о том, что вы излишне концентрируетесь. На человеке, э-э-э, на партнере, вот. Опять же, говорит об обесценивании себя и своей собственной, э-э, значимости. Вот. Вот. Вот, в принципе, что-то можно сказать. А, то есть, э-э, в двух направлениях работа, э-э, психотерапевтическая, э-э, должна, э-э, вестись. Э-э-э, первое направление, первый фронт работ, это, э-э-э, значит, помощь в преодолении, э-э-э, травмы, то есть, в освобождении от травмы, в раскрытии, в переживании ее, в полном переживании ее и, соответственно, в последующем отпускании. А, второе направление, это, э-э, больше, э-э, больше внимания именно в себе, э-э, своим собственным, э-э-э, приобретение жизненного смысла. Вот. И опять, есть, негде противоречия, да, то есть, если, э-э, мужчина, например, э-э, для вас настолько был важен, да, что вы, вот, говорите, что вы отыскываете на цели и т.д., и т.д., то почему же бы тогда остались, э-э, с ним. Вот. И, тем более, по своей негативе. То есть, вы еще автоматически обрекли себя на один, на одну ночь, чтобы, получается, получается. Вот. То есть, это, тоже, нуждается в, э-э-э, корректировке. Вот. Вот. Вот, э-э-э, в принципе, то, что я могу сказать. Э-э-э, на этом, э-э-э, все. Я надеюсь, что помог вам. Э-э-э, если вас остались, э-э, дополнительные вопросы, э-э-э, пишите в личку, обязательно, буду рад помочь. Вам нужна психотерапия. Э-э-э, вот, так это, вот, в таком формате, э-э-э, конечно, на вопрос, на вопрос не ответит. Вот. Но, э-э, легче будет, если вы, э-э, вспомните для себя, чего хотел быть для вас молодой, молодой человек. Вот, близкий и любимый человек. Что он для вас хотел. И, реализуете ли вы, э-э, должным образом, память о нем, если уйдете в монастырь? То есть, не будет ли этот вашей страны эгоистичным? По отношению к нему, к нему, к его памяти, это, действительно, для вас был дорог. Ведь, наверное, этот человек, который хотел бы выберечься счастливым, ну, и не лучше ли, будет, э-э, ради него, ради его памяти, э-э, все-таки, действительно, быть счастливой. А это, ну, точно, не уход по наступке. Вот. Э-э-э, значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.